На улице Кольцова 21-летняя девушка разгромила 5 автомобилей на парковке. Любимой машиной хулиганки стала черная Toyota Land Cruiser. Около часа девушка пыталась ее взломать. Камера видеонаблюдения зафиксировала все ее действия. Нашествие девушки Анны на парковку началось в 3 часа утра после ночного клуба. Сначала она попыталась открыть хотя бы какую-нибудь машину, ходила по стоянке и дергалась в дверные ручки. Затем решила остановиться на Land Cruiser. Вскрыть автомобиль сразу не получилось. Девушка решила использовать подручные средства. Сходила, оторвала задний дворник у Салатовой Мазды, но дворник ей мало помог. Тогда Анна взяла в руки камень. Затем еще несколько раз упорно девушка бросала камень в пассажирское окно и била палкой. Потом она бросила камень в лобовое стекло. Увы, камень отскочил, но Анна не сдавалась. Она по-прежнему пыталась разбить окно. Но все это время камень отлетал в припаркованную Митсубиси. Спустя 20 минут, после почти 50 ударов, стекло на Land Cruiser треснуло, и у девушки появилась надежда, что она сможет покататься на внедорожнике. Вероятно, и у гонщицы удалось открыть пассажирскую дверь. Далее она перелезла на водительское место и открыла водительскую дверь. У Тойоты уже сработала сигнализация, но нарушительницу это не останавливало. С трудом, но Анна села за руль и тут же стала листать инструкцию к автомобилю. В надежде, что именно там ей расскажут, как завести внедорожник без ключа. После 10 минут чтения расстроенная девушка вышла из Тойоты и приключилась на соседнюю Калину, а потом и на Гранту. После взлома в Гранте девушка также сидела и читала инструкцию, как в этот момент на парковку в трусах выбежал владелец Гранты. Мужчина не понял, что происходит. Пока он соображал, Анна потихоньку ретировалась, а потом и вовсе побежала. Задержали Анну сотрудники Росгвардии на улице Московской. На вопросы она не отвечала. Вы повредили автомобили? М? Девушка? Чем они вам помешали? Посмотреть на разрушительницу автомобилей пришли и владельцы пострадавшей Гранты. Татьяна Александровна, жена водителя Гранты, в ту ночь не спала, смотрела телевизор. Она первая услышала сигнализацию и вызвала полицию. Я просто телевизор смотрела, просто в усадьбу идет. Я слышу, бегает-бегает, что-то думаю, что такое. А потом муж-то пришел, кто-то в машине у нас сидит, у нас с балкона тоже все видно. Он-то подошел и говорит, девушка, вы что здесь делаете? И даже, да, я не слышу, она выскочила и побежала. Так-то что, не смотрели, не пропало что-нибудь? Вот я посмотрел, нет, ничего не пропало. Она пошла, пустая пошла, как бы, ничего не взяли. Она пустая, не брала мне фотографирование. Из машин задержанная Анна Подгурская ничего не похитила. Впрочем, серьезные повреждения получил Лэнд Крузер и Лада Гранта. Как стало известно, в ту ночь от действий Подгурской пострадали шесть автомобилей. Пять на Кольцово и один на улице Ломоносова. Неадекватную Анну доставили в Октябрьский отдел полиции. Сейчас по факту инцидента на парковке идет проверка. Возможно, кроме административного наказания за повреждение чужого имущества, девушке может грозить уголовная ответственность. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Проведи свое путешествие с Империей Сумок. Самый большой выбор по специальным ценам. Империя Сумок. Наши цены приятно удивляют. Субтитры создавал DimaTorzok